Вторая игра сегодняшнего дня Для фанатов команды Natus Vincere И смогут ли Team Differential Получить именно удачный день для себя Ну и давайте знакомиться с составами Team Differential на топе Just Noob, их игрок, который только вторую неделю играет В лесу Punisher, на миде Flash На позиции стрелка Dayruin На поддержке GEMP и их тренер Mandrake Да, и играют они против команды Natus Vincere Где на топе Звене, в лесу Лазанье На мидлейне Саулио Стрелком является Винсент Вегов на поддержке Ну и тренер Алексей Генезис Романов Ну и перед тем, как мы начнем эту игру Мы поговорили с легендарным Похитителем Огнетушителей А также очень интересным парнем Игорем Гемпом, друзья Давайте посмотрим, что же он нам рассказал Про свою команду Появился я довольно спонтанно То есть Я, как и любой другой слакой игрок Пытался показать себя Пытался поднять свой уровень игры Как итог Мне написал для Крит И позвал, собственно, попробовать Поиграть с его командой Потому что он в Киев поехать не сможет Дальше пошли тренировки Выступили мы не очень удачно На актив был из-за того, что Сейчас очень много И тогда было Очень уверенных саппортов И я не смог себе показать В той степени, в которой нужно было Для СНГ сцены Летом меня позвали в Ашер-Академию Состав у нас был Собран не совсем из новичков Был Найк Был Анхолия Был Эко Они все так или иначе участвовали На профессиональной сцене Выступили мы тогда не очень удачно Из-за некоторых проблем Сезон закончился И впереди было полгода Ничего Я начал играть Очень много ссылоку И подыскивать Стабильную команду На зимний сплит В основу или запас Мне было все равно Мне написал Юра Flash in the Night Мы переговорили И они вместе с Борисом Дейруином Решили, что я могу пройти Трай-ауты Почему саппорт? На позицию саппорта Людей было меньше, чем на топ и лес На топе в лесу было около 30 человек На саппорте около 10 плюс-минус Я точно не знаю От человека требовали Огромное количество свободного времени Хоть какое-то понимание игры И желание играть, развиваться Вообще мы очень много Всяких разных вещей делали в школе Если взять огнетушитель То нам было скучно Мы увидели огнетушитель Я уже не помню точно Кто предложил его взять Но помещался он только в мой портфель Ну и как итог Мы его вынесли из школы Он был Порошковый И мы пошли его распылять Никто не пострадал Кроме асфальта Потом мы его где-то оставили Или выкинули Я точно не помню Но было весело В случае, как мы Выходим из школы иногда Тайком Как и во всех школах Есть столовая Окна Пластиковые И люди очень часто Любили Просто выходить через эти окна Там был первый этаж И мы просто сбегали С уроков Потому что через главный вход Было иногда проблематично Потому что там сидел охранник И там уже начали ставить камеры То есть у нас Когда я учился в младших классах Этого не было Но потом появились И потом Начали эти ручки выкручивать Чтобы мы не смогли выходить Но Мы не сдаемся Мы берем ложку Которая лежит там В столовой И открываем замок Без ручки Я не помню Как они это делали Но они открывали И так же сбегали Вперед, дифференшал Поднимаетесь с колен Но если проиграете все игры Жизнь тлен Как-то так, да У Гемпа такое, знаешь Ощущение, как будто Вся его жизнь тлен Вообще так Сложно Он спокойный Сложно происходит Там какое-то Не очень радужное прошлое Где они там Ложки Ложки Да Как-то так Но, тем не менее Будем надеяться Что сейчас у них все хорошо На плюс морали Мало просто кто знает Что на самом деле Ложки нет Поэтому ее можно Согнуть вот так Глядя на нее Пожалуйста Пощади Ну, а мы начинаем Драфт матча Нави против Тим Дифференшал Интересно Что же у нас Сегодня подготовили команды Как ты думаешь Что сегодня подготовили нам Да и Руин будет играть на Коге В реале? Почему нет? Лула уже в бане Может, Кога забанит Еще тоже Нави Ну, Лула Кога Не обязательно Это единственная связка Должна быть Кога Он сам по себе силен Сейчас без Лула Главное Создать возможность Для какого-то Для какой-то защиты Уже Из композиции Тогда может работать Иногда АТР Когда я вспоминаю Да ты, я знаю Что ты ненавидишь Кога Кога Подожди Иногда Когда я вспоминаю Я думаю АТРу я доверяю У него крутая аналитика Но реально То есть как бы Давай играть Можно признать У тебя аналитика хорошая В основном я вспоминаю Кому АТР проигрывал всегда Топлейны Ну, всегда абсолютно Он их проигрывал Стажеру Я понимаю Что аналитика Стажера Значит сильнее Чем у АТР Я прихожу к Стажеру И спрашиваю Стажер Ну, хоть ты мне скажи Ког сильный пик? Стажер говорит нет И как потом тебе доверить После этого, понимаешь? Особенно после Клинца В прошлой игре Тут никак Тогда, когда Хард Рэндом Пикнут Кога И будут играть с Когом Либо же проиграют Когу Вот тогда и посмотрим Ну, пока что Ни того, ни другого Не происходит Пока что мы видим Кагмао бан Со стороны Нави Второй Кагмао бан Ну, это просто слабый персонаж Надо его запанить Чтобы Не дай в боже Твоя команда Случайно его возьмет Винрейт Винрейт на этой неделе 30% у персонажа Ну, он очень сильный У Тристана там вообще По-моему На ЛЦ Если взять Что-то порядка 20% Или 15% А я что, говорю Что Тристана сильный пик? Просто бульбазарно не играет Это ни о чем Это никогда ни о чем не говорило Так что Первый пик у команды Team Differential Довольно спором Насчет Кагмао Давай лучше Подумаем Можем ли мы ожидать От Лазани Лесного Рамбла Потому что Если от кого-то Мы можем ожидать Спонтанный пик Такой просто Я пикнул его Один раз Работает Круто Кстати Еще один интересный тренд Корейская Сулу Кью Сейчас снова начинает Играть над танка Акали Sunfire Hydra Турнмейл Понеслась Эник Матрикс Настало время возвращения Но Эник Матрикс Никогда не играл Через танка Акали Ему не важно Просто Акали Ну, да С другой стороны Акали сейчас У нее очень низкий пикрейт Встречается она Крайне редко в играх О, нет Лазанья Хотя, кстати Обычно предпочитают Брать Рамбла Вместе с Трандлом То есть Пилар плюс Уравнитель С Солистаром тоже Можно с Солистаром Ну, то есть С любыми видами контроля При этом Скалистый смотрится Так же хорошо Но На мой взгляд Как ранний пик С правой стороны Рамбл Достаточно слаб Потому что Ну и Рес Да, Калисто А Рес Решают не рисковать Но показали Рамблу Показали Я почти уверен Что Дифференшалы При этом на Рамбле Играть не будут Потому что А он и не нужен Он им не нужен Я не беру Такие лучи Трандл Паннишер Не знаю На топлайне играл У него 200 игр На Рамбле Если ему достается Постоянно Он как бы Не особо сложный Прям В лесу Как раз на прошлой неделе Обсуждали Рамблу Говорили Он спонтанно Возвращается в мету Да Ни с того Ни с сего Вот просто Я говорю Один раз его пикнут Кто-нибудь Видел О, да он все еще силен У него там классный ультимейт Сидела Парень жарит Ну это же то что мы обсуждали Почему пикует рамб Ну он сильный А почему перестали брать Ну он слабый Но ведь его не изменяли Ну Он реально слабый сейчас Ну посмотри сам Его легко заганкать Не-не-не-не Его же не берут Не берут Значит он слабый Эзриэль и Ари Ну мы-то Мы-то с тобой знаем Что Рамбл Силен Ну конечно не так силен Как Кок Но достаточно силен Фиора и Люцен Кстати говорят Выбор более И Это хороший выбор Потому что Джаснобу нужны Такие пики Как Фиора И он будет брать В этом сезоне Такие пики Фиора Это надо и Джаснобу Это надо и Team Differential При этом Люцен конечно здесь Для Дуэрина будет Хорошим выбором В любом случае Мобильные Обязательно персонажи Должны быть в его руках Ну да Вот одна из причин Почему Кок не особо подходит Для Team Differential Сейчас Потому что Во-первых Через него надо Играть командой Сложно Он не самостоятельный Во-вторых Ему надо хотя бы Два предмета Абсолютно Не самостоятельный пик При этом Он не мобильный Так же как и Аша Дифференшал с Ашой Хотя кстати Ты знаешь При этом Мне кажется Что на Коге Быть шотколером Достаточно неплохо Потому что В принципе Это единственное Что на Коге Сейчас сложного и есть То есть Понимать Где ты должен находиться На карте Защищайте меня Потому что Выдать урон в драке Легко Если правильно встать Нафармиться Очень легко Нафармить Дешевые свои предметы А у Кога Действительно дешевые предметы Легко Лисин и Трандл Для Нави Трандл сейчас часто Пикают в топлейновую попу И Петрандл часто Пикают в топлейновую Фиору Как просто ответку И это неудивительно И работает он Ну ура В принципе Да И последний пик Явно будет маг Какой-то Потому что Уже физического урона У Нави Достаточно много Ну и Я даже не знаю Что здесь может быть Ари Какая-нибудь для Саулиуса У Саулиуса Выбор будет большой При этом Почти всегда Может вполне взять И Азира На котором уже Две игры отыграл Ну кстати Выбор достаточно большой Но уже часть ушла Пиков и Корки ушел И Лиссандра ушла И Лула ушла Так что Думает сейчас Гемп над Браумом Браум Люциан Классика Насколько легко Эль Классика Классика есть Эль Браум Насколько легко Может стать все-таки Связка там За два сезона Классикой Потому что Что бы ни происходило Браума Люциана Продолжают брать Ну либо Жанну Который тоже Ну тоже Гемп Почти все свои Последние игры Тем более у Жанны Точнее не Гемп А все суппорты Дэйруины обязаны Играть на Жанну У Жанны сейчас Достаточно высокий Винрейт везде То есть и в соло Играх И в профессиональном Скажем так Киберспорте Элиза и Браум Для дифференшалов Забираются Последний пик для Нави Ари наверное Раз они такую Прям агрессивную связку Достаточно взяли С акцентом на early game Или наоборот Какого-то мага Который Здесь вполне может быть Что угодно Здесь может быть и ЛБ Ари Да может быть и Азир Хотя Азир конечно Гораздо лучше работает С каким-нибудь таким Лейтолом Гиперкэрри Но тем не менее С той же Калисто Просто работает со всеми Поэтому Здесь мидлейнер Для Саулюса Может быть абсолютно любой Может быть и Изрель На котором Может быть фирменный физ Его Фирменный физ В прошлый раз был Изреаля Я бы сказал Что Изреаля мы здесь не увидим Все-таки там уже есть Браум И так уже Весь этап физический Он просто не нужен А корки в бане Поэтому Хотя Нави Предпочитают порой Брать Такие пики С которыми ты думаешь Ну по идее Этого не должно быть здесь Ну что Генезис Говори на чем будет играть Саулюс 4 секунды ЛБ Лебланг Окей Ну В принципе ЛБ Ари Здесь больше Кусощина Насчет темы того Какой матчап на линии тебе стоять Потому что в принципе Они обе прекрасно Вписываются В агрессивные сетапы Которые здесь Нави подбирают Вообще Лесина мы редко видим сейчас И на то есть причины У него появилась Уйма более Простых в плане Реализации Взамен У меня кстати Пока что Это только вторая игра Понятное дело На неделе Но Грагаса мы еще не видели Ни в бане Ни в пуле Да кстати Что интересно Потому что Грагас это Конечно не настолько Рамбл Но Это Грагас И он иногда просто берет И спонтанно возвращается В игры И мы видим там Как Небольшой Небольшой баф Допустим Какой-то нужен И он сразу же возвращается При этом Сейчас Если придут Гиперкерри какие-нибудь Ну по типу того же Кога Грагас это просто Идеальный лесник для него Потому что Его ультимейт Функции Которые выполняет Сам по себе лесник Они очень хорошо подходят Но в этом плане Наверное Грагас Вот прям Самая классическая связка С Адекерио Это Грагас-Вейн Потому что Хаос в драке Разделение танков Не танков Война на шорт-рейнже Начинает танков кайтить Когу все-таки Когда возникает хаос в драке Не всегда это прям Мега выгодно Потому что Если допустим Неудачно на тебя выкинули Не Я именно не про хаос Я имею ввиду То что у него много возможностей С дизенгейджем На протекте Да Он может защитить своего Ада Кэри Или Кэри какого-то неважно Может раскидать всех То есть Что тебе надо То ты и делаешь Он хорошо работает Как и на инициации Так и на защите Поэтому И одна из таких Фирменных особенностей Грагаса Достаточно давно уже была Что это Персонаж Во многом очень Об исполнении Именно вот механик там Бодислем флэш Перефлэшить Бодислем Грагаса Который ты знаешь Угадать бодислемом Куда флэшнется противник Попасть туда Ну то есть Такие аутплеи Их много там Ульты с флэша Зафлэшивание ульты Как она разбросит потом То есть Много всяких таких нюансов Но при этом Грагаса вот мы видим Вторую игру никто не берет И я думаю Что его все равно Начнут брать рано или поздно Просто сейчас Его в любом случае Мета лесников такая Что впервые За не знаю За три года лесников Больше пяти вообще Это Впервые лесники еще Исполняются по-разному То есть нет такого Допустим Испепелитель Самый сильный предмет Поэтому у нас будет Сиджуани У нас будет Грагасы постоянно У нас будет Риксай Которые все будут Собираться через этот предмет Нет Мы сейчас видим Как и агрессивных лесников Так и тех Которые играют в защиту Через Испепелитель Через Вориорк Хотя вот я например Общался на неделе с Шарксом И Шаркс например Считает да Что Испепелитель Вообще предмет Сам по себе Очень занерфлен И очень слабый И он например Ему не понимает Ну не то что не понимает Он как бы не всегда согласен С выбором на Элизу Например этого предмета И там С Руник Эхо Элиза ему нравится Намного больше И в этом есть Своя точка зрения Но сейчас просто еще и Раньше драфты Подбирались по-другому Сейчас драфты есть В которых три танка Два танка Не одного танка Есть самые разные драфты То есть Причем Если раньше там Бестанковые драфты Они были там Либо Киндрит есть Либо Лулу Что-то что дает Выживаемость Но не за счет Какого-то громадного Пула ХП За счет там Щеточков За счет каких-то Ну сейчас тоже Однозначно говорит То что На Элизу надо собираться Так это не работает Потому что Игры бывают разные Если игра Долгая Затяжная У тебя есть возможности Выфармливать Тогда конечно Руническое эхо лучше Но если игра Вдруг ускоряется Или если Допустим Или фарма просто нет На карте Такие ситуации тоже Да Тебе надо чем-то Ну тебе надо жертвовать Тебе надо чтобы Адекаре фармил Тебе надо чтобы Мидлайнер подфармил Лес При такой дешевой Лоу эко Лоу эко Этомизации Да при этом Ты не попадаешь В ситуацию Когда тебя на седьмом уровне Там кто-нибудь Контроль какой-то ставит И ты моментально Ваншоточься Потому что В этом плане конечно Мастерка вот эта Которая вековая Она очень хорошо помогает Но при этом Как бы она помогает С одной стороны И билду через руник эхо Потому что Оу у меня есть 300 Здоровья лишних И она помогает Испепелителю Воу у меня есть 800 Лишнего здоровья внезапно Так что Это тоже как бы круто Но У каждого лесника Свой взгляд На разные ситуации Многое зависит От лесника От команды В которые ты играешь Что ты собираешься делать Поэтому здесь Ну кстати вот мы например Да Мы не видим практически Киндред сейчас На СНГ сцене То есть она попадается Там Только у некоторых игроков То есть мы видим Ее очень хорошие От стажеры Иногда и играет Кто-то там Из других лесников И Мемента Мемента да Но Сказать прям что Остальные лесники Готовы прям Вот так легко И взять выкатить И исполнить ее Максимально правильную Не факт С Киндред Я пожалуй соглашусь То что это пик Наподобие Наверное Барда на саппорте Это не те пики Которые ты можешь Вот брать постоянно Вот Как тот же Равес Постоянно ты брать можешь Я имею ввиду Для большого Количества команд Потому что Не каждый сможет Исполнить их Так же хорошо И мы сейчас Можем смотреть Как на мировой сцене Очень часто Начинают пикать Барда Но играют на нем Абсолютно ужасно Кстати еще В лесу возвращение Я так люблю мету Когда в лес Возвращается Нуну Потому что в Азии Начинают постепенно Я видел Каких-то единичных Игрулечек А это всегда очень плохо Потому что Когда появляется Нуну То есть Нуну в СНГ Он выглядит как О синий баф Да, красный баф О, големы О, в рейты Так, нормально И только для Лазани А потом Хоп, и я бесполезен И что делать? Я не знаю, что делать И только Лазани Бежит на дракона Ооо Но при этом в Азии Нуна это персонаж С которым игру Можно закончить за 15 минут То есть Это реально Очень сильный пик В руках некоторых лесников Которые Они просто Собирают еще одну линию То есть Помимо стандартных трех Они добавляют четвертую линию Эта линия называется лес И они играют Просто против вражеского лесника И выдавливают его с карты Мы начинаем матч Дифференшал против Натус Винсера При этом, кстати, Нуна Один из тех пиков Который вполне может В лесу Собрать себе Итемизацию Которая сейчас Очень такой Гадкой считается То есть Зерот портал И через баннер Да, почему нет Но Вполне На самом деле Нуна это персонаж Который всегда Его просто Ты смотришь Нуну А какие бы предметы Собрать Да я могу Чего угодно собрать От него От этого толку Просто никакого не будет Сильнее я все равно Не стану Ведь я Нуну У меня Помимо Снежка Ничего не появится Да, есть ультимейт Который там Это как, знаешь Вот ты играешь в Солуку На трэше И у тебя вся команда Не может нанести урон Думаешь Вот что собрать на трэша Чтобы он наносил урон А ничего Ты не можешь Нанесить урон На некоторых персонажах Так, чтобы это действительно Было полезно В 5 на 5 Особенно Ну и дифференшалы Собираются инвейды Кстати, до этого Они инвейды Не особо часто использовали Звене придется Остаться без флэша Ну дальше, конечно Ити здесь не стоит Сейчас дифференшал Они поставят Свои ворды Ну при этом Ну не очень Потеря небольшая Неглубоко они это Сделали Неглубоко зашли Поэтому весь Свап контролировать Им будет Гораздо сложнее То есть если это Нави сделают В последний момент То дифференшал Не смогут Поставить воню Просто смысл в том Что иногда Когда ты выбиваешь Такой флэш Ты не всегда В плюсе остаешься Потому что контроль Над нижним лесом Был потерян Нави четко знают Где стоят Тотемы оппонента Дифференшалы Могут только догадываться И информацию На старте Получить хорошую У Нави Больше шансов сейчас Ну и дифференшал Начинают сразу же Со свапа То есть здесь Мы увидим свап Смогут ли они Его разыграть Так же хорошо Как в прошлый раз Потому что Напомню Что в прошлой игре Которую они выиграли Как раз таки Был свап Джастнуп на совсем Другом уровне По сравнению С топперами Которые были Скорее ему просто Не надо говорить Что делать Он сам и так Понимает Что происходит Да Тем временем У нас тут Отгоняют Лазанью И звенья Они не ожидали Этого свапа Это жадность Да Это жадность Потому что явно Варды ставили Дифференшалы Как бы нельзя сказать Что опять таки Это пошло сильно В плюс дифференшалам Потому что Люциан потратил Достаточно много времени И опыта Все таки Когда вот один Теряет опыт Это не так страшно Люциан не должен идти Просто Да Ну и Тут уже ничего не сделать Скажешь конечно Тоже Панишер Награть осторожно Панишер по-моему Свернулся вообще Либо Кокону не был Конечно нет А что он будет Качать Кокон На втором уровне Саулио с флэшом Трейдится Традиционные проблемы Всегда были у флэша Против Агрессивных Игроков Ассасинистых Но не в этом сезоне В этом сезоне Именно в плане линий Флэш стоит Достаточно хорошо Гораздо увереннее Да Так что у него здесь Особых проблем Наверное против Саулиуса Не должно быть Особенно в этом матчапе Все таки у Лиссандры Есть хорошая возможность Уже на шестом уровне Убивать ЛБ Да Как-то так Ну а тем временем Кстати сейчас На топ уже Джасну пришел Будут забирать Вышку Дифференшал Ну а Нави Не торопится с этим Все еще Не запушил Винсент Линия вообще Какой-то Свапано Странно происходит Не стандартно Немножко С обеих сторон Ну и Сейчас Нави уже до башни Допушивают Дифференшал Это сделали чуть раньше Ну и по идее Вышки практически Одновременно Упадут Ну здесь Дифференшал Чуть пораньше Это сделать Но это не важно Потому что Нави отвечают Абсолютно тем же А Саулиус Заходит Поглубже В лес Ставит вард Чтобы Видеть перемещение Как лесника Так и саппорта После свапа Ну и Лазаня продолжает Просто выфармливаться Саулиус играет в агрессию По флэшу Подвязывает его И это очень хорошие Размены для Саулиуса Да Тем временем У нас Уже Перемещаются На бот Дифференшалы Нави все еще Не вернулись На базу Кстати Мне складывается Впечатление Что Винсент Может вполне вернуться Просто со скэшем Сюда на бот Обазная ситуация И здесь Будь у Саулиуса Хоть какой-то кулдаун Флэш бы умер Ну скорее ему Игнайт Будь у него Игнайт Ой Ой-ой-ой Что это? Поставим без комментариев Что это вообще было? Так На хайлайтик Запомним тайминги Четвертая минута Давайте посмотреть Пересмотреть Ну по-моему Лозаня просто решил Повторить Момент славы Гамбит Фомки Который тоже На ЛБ неплохо так сыграл Когда дал первую кровь В своем матче Лиге претендентов здесь Лозаня не хочет уступать По таким моментам Ну а флэш Как бы элитно забайтил на флэш Да Так что При этом просто отступив И свой флэш А там калиста линию Ты зафризил на топе Получается, да? Нет, по-моему Нет? А, сюда Винсент Просто позже пришел Но он может зафризить Он зафризил Он явно Он явно фризит Потому что на боте Дифференшалы уже По башне играют И при этом Тут даже До башни дошли миньоны Оу, Дейруин Очень много урона Здесь получает На этом дайвере Это фирменные мувы Дейруин Уже, по-моему Когда Дейруин Получает больше урона От башни Чем свой Собственный Там, Алистар Слэш Браум Ну, он просто байтит Тогда может Когда он находится На маленьком количестве Здоровья Да-да, байтит 7 смертей за игру Да, байт Но байты не всегда Получаются На Тони и байт Это опасно Да Дело в том, что Просто понимаешь У Дейруина Байты Их настолько много Что они превращаются В киллбайт С кэш Не будет играть В агрессиве Можно попытаться Кстати, да У Лазани нет флэша Но тем не менее Урона в этой связке Пространство роли Смысл в том, что Ферра-то может В любой момент Сделать телепорт И сделать ситуацию 4 на 3 А у Нави Такой возможности нет Когда Трамбл на боте Мне кажется Винсент просто сейчас Должен на топ Вернуться Да Джоснуб Это и делает Как раз Большая пачка фарма Джоснуб Кстати, хорошо Так опыта сейчас получит И опыта получит Он влезет вперед По сравнению с Трандлом Сильно Звенья опыт делит Со с кэшем И ему не дают Выфармивать под вышкой Поэтому свап пока Проходит, наверное Все-таки в пользу Дифференшин Правда, по золоту Разница сейчас В некотором смысле Больше в Нави В пользу Нави Ну и добирается сейчас Джоснуб До этого всего фарма Идет инициация Под Иррин Ну, точнее Даже не инициация Тут не хватит урона вообще никак Что Трандл Алистар На раннем этапе игры Это связка Ухвы Ой Флэш Пустой уровень И успеет ли он Прожать свою ульту Прожимает Но это вряд ли Его спасет Только если Лазань Не промахнется Очень сильно Флэш Флэш прожал флэш и смог спасти все-таки из-под этого ганка. Это было достаточно красиво и внезапно для команды Нави, и флэш выжил. Растеряли здесь игроки Нави. Есть такие возможности у Лиссандры, про которые некоторые порой забывают, но тебе надо быстро понимать, что тебе предпринимать. Но, тем не менее, мне кажется, у Саулиуса все находилось на кулдауне, и он не мог уже продолжить по флэш-эн-зенайту здесь играть. Да. Скэш у нас заходит на бот сейчас, стоит в кусте, Калисто появляется здесь, у Калисто есть шестой уровень, Винсент может своего саппорта забросить, теоретически. Ну, опасно, если где-то неподалеку будет Панишер, то здесь Нави могут быть наказаны. При этом до Ируина тоже достаточно скоро будет уже шестой. Ну, Джастнуба на линии вообще все здорово, он сейчас сильно уже пофарман, опережает звенья. Чего интересно, что сейчас... Правда, почему-то итомизацию он решит. Ботинок сразу же пойти. Мобильная Фиора. Убегать от Трандла или, наоборот, догонять его сейчас. Хотя при этом он все свое преимущество, по сути, потратил в мобильность и все. Да, дуэль, конечно, с такой итомизацией он вообще не может принимать. Ну, хотя шестой уровень Фиора, четвертый уровень Трандла мог бы сейчас. Все-таки под ультой Трандл даже с Теоматом мог бы проиграть. Да, Лазанья тем временем заходит на топ, и, возможно, нас ожидает сейчас. Ну вот как раз мобильная здесь и пригодится Фиоре, только не факт, что она выживет, потому что звенья забейтил в драку. Там Лисин появляется на топе, и что у нас будет сейчас с Джастнубом? Джастнуб! Он отфлэшивается, и вот они, ботинки стремительности. Как работают? Хорошо. У Лазанья есть, правда, флэш. Я бы не советовал ему тратить его ни при каких условиях, пока у него игра на Лисине не задается. Ну, Лазанья такой игрок, который флэши просто так не тратит и использует их только в самый нужный момент, поэтому... О, он находит, кстати, здесь... Джастнуба. У Джастнуба проблемки, и Лазанья с флэша добивает его и забирает первую кровь. Да, тем временем Навин начинает свое лидерство. Здесь еще пошла инициация по Дейруину. Дейруин потратил очень много хп. С кэш будет ли он продолжать? Нет, все-таки решают отступить. Большая пачка миньонов здесь для Винсента. Не хотят ее терять. Да. Ну и Саулиус 72 на 73 против флэша. Флэш здорово держится. Наш момент, где Лазанья забрал Джастнуба. Да, хорошо, первая кровь здесь. Джастнуб просто пожадничал. Первоначально надо было уже... Скорее, не ожидал от Лазанья такого упорства, но от Лазанья можно не ожидать чего угодно другого, только не упорство. Что, как говорил даже Генезис, Лазанья человек очень упрямый. Кстати, по фарму сейчас панишер очень сильно проседает по сравнению с Лисиным. И Трандл полностью в игру вернулся за счет этого ганга. Ой, Скаша проблема, но есть Винсент. Да, здесь возможности убить вообще никаких не было, при этом у Скаша был все еще... Уже шестой уровень, он мог использовать свой ультимейт, ведь в любом случае не удалось бы. Пока что стиль игры Лазанья, наверное, в этом сезоне среди всех лесников характеризовать сложнее всего, потому что... Ты не понимаешь, что он делает. Он весьма агрессивный, у Лазанья очень много идей, и он при этом еще постоянно координирует действия других линий, из-за чего зачастую свои действия кажутся зрителям и комментаторам немного странными. Но не для него. Он считает, что он делал все правильно. Ну нет, не всегда на самом деле, по-моему. Тем временем, игра очень неторопливо у нас идет. Если сравнивать с первой игрой, дифференшалы намного лучше выглядят. Ну, этот свап более аккуратный. Ну, это никак не спасало дифференшала в первой половине сезона, если что, наоборот, делало для них ситуацию намного хуже. Ну и, кстати, свап здесь совсем нестандартно прошел. Во-первых, Ивышки в самом начале спушили не так быстро, как это обычно делается. Во-вторых, не разменивались в дальнейшем. То есть, бот-лейн Винсент вернулся сейчас на бот, и они уже просто с вышкой за спиной стоят против Дейруина и Гемпа. На боте у нас ничего особенного. Дейруин запушивает. Следующий раунд будет теперь... Калисто будет запушивать в обратную сторону. Ну, здесь многое зависит. Уже, чтобы разогнать игру, Лесник должен что-то сделать. Панишер сейчас пытается зайти на бот и сыграть через эту линию. Ну, играть по Калисто с Элистаром. А у Калисто нет ультимейта сейчас, кстати. Ну, ультимейта нет, но есть ультимейт из кэша, и у него есть флэш. Ну, понятное дело, что здесь только по Калисто. Когда твой саппорт это Браун, по Калисто нельзя играть. Ну, это слишком сложно. Они планируют, наверное, 4 мэндайп, потому что у флэша есть телепорт, у Джаснубы есть телепорт. Это самое разумное действие. Здесь Нави надо просто отступать. Пошел телепорт от самих Нави, играют в агрессию, пытаются здесь Диференхлов подловить. Появляется Звенья, ставит свою гуеву. Теперь она мешает самим Нави сюда прийти. Ответный телепорт идет, Звенья добивает Гемпа, пытается отступить. Появляется флэш на Найт Звенья, явно умрет. Здесь еще и Джаснубы. Это может быть минус башня. Хотя Диференхлов четверо, Нави тоже четверо. Лазанья и Саулиус оба с ультами. Можно сыграть в агрессию. Играют сейчас по флэшу. Флэш ультует сам себя, да и руины в секунду забрали. Теперь переключаются на Джаснуба, его подвязывают. Контроль проходит от Лебланки. Флэш уходит за стену. Фёра прокает свой ультимейт, но явно Джаснубу здесь не жить. И Лазанья за ним гонится. Джаснубу будет крайне сложно уйти. Еще и килл Лебланки. Можно попробовать отдать. Башня добьет Джаснуба. Еще одна автоатака, да. И здесь получают убийство для себя Саулиус. Выживает только в флэш-ин-зе-найт. Исполнение пострадало. Идея была неплохой от дифференшалов, но... Мне показалось, слишком долго они это делали. И первоначально телепорты надо было флэшу с Джаснубом давать быстрее. Первее, чем Нави. Тут флэш-слыша по Лазанья играет. Пытается добить. Лазанья долго живет. Скэш выталкивает. Лазанья просто нельзя драться с драконом. Ааа, его добивает Гемп из-за стены. Укусом зимы появляется в Дракон Пите. А вот это решение, по-моему, было очень опасным и ненужным. И сейчас Гемп просто умрет вместе со своим мидером. Тут, конечно, Скэш принимает урон от дракона, но не умрет. А дракон достанется Нави. Ой, с флэша Панишер. Нет, не достанется. Панишер играет по Винценту. Появляется, да и руин. Бесконечные драки. Вот она. Вот она, игра дифференчалов. Отфлэшивается Сауриус. Даблкил для Дейруина. Это что? Хэштег встали с колен. Мне кажется, это был типичный хайлайт с ЛСЛ. Делается дракон... Я даже не знаю, как... Нет, самое классное, это как прыжок. Это как, знаешь... Прыжок Гемпа внутрь был просто... Я спасу тебя, флэш! Нет, мне напоминает это во дворе, знаешь, когда есть карусель, и все хотят на ней покататься, но мест недостаточно. И просто один за другим. Стандартный новогодний, знаешь, конкурс есть, стульчики. Да, да, да. Пять стульчиков, шесть участников. Просто карусель эта длилась у нас очень долго, и концовка вообще неожиданная, потому что в итоге пришел Дейруин, и с Панишером разобрались со всеми. Не знаю, мне кажется, дракон в Лиге Легенд, он слишком какой-то глупый, он бьет случайную цель. Тот, кто первый его задел, тот, кто первый побеспокоил его, тот и должен получать весь рон все время. Ну, раньше так было. Ну, да. Когда-то давно. Ну, раньше там и барона, раньше и барона можно из барона пита было вытаскивать. Ну, это, кстати, было очень нехорошо, когда по одной цели, потому что всегда получалось очень легко забирать бафы, допустим, запулить баф. Уже именно с этих сезонов начальник и пошло. Ну да. Но нави пытаются отсадить башню на Т1, у них появилось преимущество в полторы тысячи, последние драки прошли достаточно здорово. Гем здесь блокирует метку Левланки. То, чего не так часто можно увидеть. Все-таки скорость полета метки очень высокая. Ну, сейчас у дифференшалов вообще все в порядке. На топе нет. Сейчас у меня Джастлуп. Нет, ну, кроме у Джастлупа. Хотя, в Лазанье есть флэш же. Ну, мобильность сейчас у Фиоры очень большая, хотя итомизация все еще такая... Танкованная. Он в гидру выходит. Да, проседающая. Урона очень мало, поэтому и фармить миньонов ему не так просто будет. И против звенья здесь в дуэли ему сложно пока что выигрывать. Тем более, когда Лазанье постоянно приходит на линию. А Лебланка сплитпушит бот. У Саулиуса самый высокий фарм на карте, не считая Дейруина. И появляется и Морелл на Мекон, и еще и разящий Жезл. Тем временем, конечно, Дейруину не будет шансов отвечать на сплитпуш Саулиуса. Тем более, там, одиннадцатый уровень. Ой, можно по Венценту попробовать было сыграть. Теперь флэш подставляется, но подходит сюда его до бот. Лебланка начинает сюда двигаться. С кэш очень много урона получает. Выталкивает Каллиста. Флэш на Найта уже забирают. Переключается по Дейруину. Игнает, пошел. С кэш очень много танкует. Минус Дейруин. Венцент просто бесконечно много двигается в этом тюмфайте. Это прям старый добрый Венцент, который мегами крит. Появляется Саулиус. Элиз вылетает в воздух. Пытается добить эту Каллисту. Не получается. И драка получается 3 в 0 в пользу Нави. И этот Т1 тоже может упасть. В итоге умирают вообще абсолютно все. Нельзя было принимать эту драку. Хотя, ну, для дифференшалов при этом Дейруина была очень плохая позиция. Он не смог вообще ничего сделать в драке. Винцент его просто убил. Мне кажется, это одна из причин, по которой Кого пикать Дейруину просто нельзя. Потому что позиционирование у него в этом сезоне в очень многих моментах. Есть просто такие пики по типу Люцина из Реали, где ты не зависишь ни от чего. Ооо, фирменные штучки Лазаньи. Но они не ожидают, что сюда придет не Дейруин, а Флэш и Де Найт. Флэш пока идет, ну, намного лучше на этот счет. Но это таких вещей ты просто только-только от Лазаньи можно такое ждать. Ой, ой, грязно играете, ребята, грязно играете. Минус Флэш и Де Найт. При этом Лазанья может умереть тоже. Крипчики его не добивают. Это минус Флэш и Де Найт. Он только вернулся с базы. А я только хотел сказать, как здорово вот этот момент был хайлайтный, когда, я уверен, у Флэша мораль поднялась, когда он переиграл Саулиуса с Лазаньи и там замансил их на миде. Но, наверное, сразу поставили его на место. Кстати, за это дифференшал у ТБшни на Т1 заберут, тут идет телепорт, а может и не заберут. Ответ на телепорт от ДФов и... Вышку, вышку просто. Да, здесь еще и размен телепортами сейчас. Саулиус зря вернулся на базу, мог бы бот подпушить сильнее. Ну, а Джаснобу надо возвращаться на топ, потому что миньонов там очень много и возможность по фрифармить есть. О, Лазаньи это у нас. На зазубренный кинжал идет, это у нас Малмортиус старым предметом. А этот Лисин не так просто, этот Лисин хочет наносить урон. Это будет боевой Лисин. Это всегда очень опасное, кстати, решение. Нет. Это же Лазаньи. В принципе, идея взять Лисина уже очень опасна, поэтому что бы он на нем ни сделал, не будет опаснее, чем первоначальная идея взять Лисина. Надо вспомнить хотя бы четвертую минуту. Просто игры Na'Vi против дефов, неважно, как они закончатся и неважно, что там будет, но они всегда являют собой классное зрелище. Просто вспоминают эту пикчу с Генезисом, где «are you not entertained», когда он зафотошоплен для гладиатора. Тем временем Na'Vi собирается забирать Герольда. Ну, Алистар с Лисином. Ответное действие дифференшал, но я боюсь, что... Нет, Винсент тоже может попасть. Винсент! Тут, правда, нет такого «Ай!» Поймался этот тип окон, и... Винсент подхиливается, начинает койтить. Не, никак. Абсолютно та же ситуация, которая произошла с флэшом. Ну, знаешь, Винсент хотя бы... Один-один. Его хотя бы наказали за то, что он фармил. А флэша только с базы вышел парень, а его сразу так... Генп уходит, флэша играет. А сейчас кэш. Флэш, он знает, и есть ультимейт, поэтому здесь... Дальше идти не стоит на Ави. Да. Но при этом у Каллисты очень сильные предметы, чего пока не скажешь, например, про билды и руины. Он сейчас, по-моему, вернулся на базу специально, что... Ну, ладно, нет, партизан все время ворует из леса. Панишрон угадывает, где будет Саулиус к оконам. Это было красиво, но бесполезно. Только клинца выбил. Ну, и плюс у Саулиуса против магического урона сопротивления сейчас достаточно за счет посоха бездны. Да, и против флэша у него пока что проблем никаких не возникает, как мы наблюдаем. Это да. Очередной дракон. Второй в этой игре, и первый, может быть, для Нави, потому что Панишрон украл. Не успевает сейчас вовремя дифференшилы сюда. Не увидели мы очередной крутой драки, возможной. Крутые, а скорее веселые драки. Я ее обязательно пересмотрю. Мне кажется, знаешь, по ней можно было бы фильм снять реально, драматический такой. Нуар. Потому что ты знаешь, что все главные персонажи в конечном итоге умрут. Пока только Саулиус не умирал ни разу. Вообще, интересно, была ли хотя бы одна игра, в которой кто-то из дифференшилов не умер? По-моему, нет. Как это вообще возможно? Ну, представляешь, как сразу слетит просто статистика до Еруина? По-моему, Ресус, когда я играл на Моргане, у него счет был 4-0-3 или 4-0-3. Что-то в этом роде. Да, может быть. Слушай, это было бы забавно. Он мог бы быть тем, кто ни разу не умер. Сейчас пытался Саулиус пойти отрезать Джасноба, но не удалось. Джасноб не задерживался на линии. Кстати, интересно, а у нас в сезоне есть хоть один игрок, у которого нет? По-моему, уже нет ни одного игрока, у которого нет ни одного убийства. Даже у саппортов там под 10 уже. Особенно, если это жаны какие-нибудь. Ну, конечно. Скэш подходит. Да и Руин играет смело, потому что есть подстраховка Элизы, пошел телепорт, нами пытаются подловить. Винцент утягивает Алистара. Скэш упрыгивает в другую сторону. Играют Винценту. Урона много, его никто не блокирует. Алистар подбрасывает, подходит Саулиус. Лазанья выпрыгивает из драки. Флэша забрали, но это минус Лазанья. У Скэша проблемки. На боте, тем временем, Трамбл с Фиорой дерутся один на один. А только что ДФ выиграли драку. Два в одного. Фиора, по-моему, убеждает сейчас Трамбл. О, Саулиус забирает Гемпа и еще и пытается уйти. А Иви может даже уйти. Сейчас ему надо дождаться еще одного искажения. Он еще и уворачивается от флэша Элизы. До сих пор Джаснуб бежит за бедным звеньем. Отпусти ты меня. Да, он и отпустит. Нет. Да. Там еще Лебланка подошла. Ну, вот Джаснуб показывает себя. Саулиус не в этот раз. Хотя... Фиору сложно поймать, особенно если у него есть возможность отразить умение. Это минус Т2 и дифференшалы неплохо так вернулись в игру. Как-то это все так внезапно было, я даже не понял вообще, что произошло здесь. Хороший телепорт очень здесь был от флэша, потому что именно у него был тот контроль, с которым можно было убить Каллисту быстро здесь. Да, и Руин хорошо подфлэшился за лазанье. Да, и Руин в итоге смог зачистить эту драку целиком и полностью. Сейчас для себя получает несколько убийств, за счет чего итомизация у него улучшится. Но Саулиус, конечно, смог. Вот играя дифференшалы так с самого начала сезона, у них были бы очень хорошие шансы на пятое и шестое место как-то так точно. Да, у них и на плей-оффе были. На плей-оффе могли бы быть, да. Потому что они действительно играют достаточно здорово. Здесь у нас трейдмарковый барон, который в этот раз не удастся. Да, да. У Саулиуса, кстати, 4-0-4. Он не покупал ничего достаточно давно, и мне кажется, что там что-то солидное будет с базы. Рободон какой-нибудь. Ну, сразу вряд ли. Но нет, две тысячи. Две тысячи, да. Сейчас, чтобы сделать, я не знаю, с бэка Рободон нужно против ботов играть, там, в 22-0. С одного прям бэка, чтобы сделать. Ну, тем более, когда это третий предмет. Четыре тысячи золота ни с того ни с сего не появляются. Тут надо даже... Мне кажется, даже пентакилл не помогает. Когда у тебя две тысячи золота, ты должен сделать пентакилл, но обычно это невозможно, потому что ты не хочешь ввязываться в какие-то драки, когда у тебя очень много золота. Непотраченного. Ну, тем временем у Фиора появляется поглотитель, ледяная пелена у звенья, пытаются друг за другом успеть. Один в урон идет, другой уже начинает собирать застанкованные статы. Ну, а Саулиус, кстати, делает выход как раз-таки на Рободон. У Флэша появляется сейчас посох бездны, у него итомизация уже такая есть неплохая. Она все еще не сильная, потому что... С другой стороны, от Лиссандры сейчас ничего другого не надо, потому что у нее есть Фиора, у нее есть Люциан и даже есть Элиза, у которой достаточно много урона сейчас, и поэтому Лиссандр выполняет функцию здесь такого... уронной поддержки, скажем так. Ну, а на 16 уровне, конечно, Лиссандр начинает дамажить очень больно при этом, при 4-5 слотах. Не при 3, обычно у него при 3 все еще не так много. Там просто проблема, что обычно к 16 уровню, если ты вдруг не оказался сильно впереди, у противника могут быть такие предметы, что даже 16-й тебе не особо поможет, потому что если есть КСС, если есть еще там Поглотители Заклинаний, Малмортиусы, Баньши и так далее, Лиссандра, конечно, в такой игре себя намного сложнее ищет. Но, тем не менее, у нее есть возможности использовать себя просто иначе, то есть не выцеплять кого-то, а заходить в самую гущу и просто... Когда Дейруина 3, он тоже выходит на Поглотители Заклинаний, мне кажется, Дейруина четкая цель, умереть в этой игре меньше пяти раз. Сейчас нас что-то ждет на ТОБе, потому что сюда заходит Лазанья у Винсента есть. Лебланка сюда смещается, телепорт у Звени есть тоже. Ну, не получится вышку эту забрать, Дейруин как-то очень нагло вперед бежал. Может, он хотел этой драки? На грани прям играет сейчас. При этом Саулиус подходит, вот ЛБ недооценивать уже точно не стоит. Дейруин уворачивается от всего, отличная ульта от Гемпа. Забейтили ДФы! Играют по Нави, с кэш при этом очень сильно просел, его станет, появляется Звени у нас. Драка пока 4 на 5, появляется Флэш, ультует себя, убивают с кэша, контроля у Нави уже нет, остался только урон и тот, его не так много, как у ДФов. Винсент Вега очень просел, его тоже забирают. ДФ гонятся дальше, проблема у Лазани, проблема у Звени, проблема у Саулиуса. Еще раз прыгает Джастон вперед, Панишера можно подвязать. Это было просто круто, действительно круто. Саулиуса забейтили, Саулиус выпрыгивает, тратя клинз. То, что сделал сейчас Дейруин, это было восхитительно, потому что он сыграл на грани, моментально Нави забейтились и попытались его убить, но он предвидел это и отфлэшился в момент. Это была многоходовочка Дейруина. Хотя нет, он не отфлэшился. У него не было флэша. Не отфлэшился он просто. Там просто Нави ошиблись на самом деле с контролем. Понятное дело. И Гемп отреагировал очень быстро уличный. Так, что происходит? Встряли сейчас Нави, Лазани. Не попадает флэш с флэша ничем. И Звени подставляется, но и Звени не уйдет, конечно. Сейчас дабл-дисторжен, боюсь, может убить всех, если Саулиус может его дать. Саулиус идет, у Саулиуса есть флэш. Но там просто проблема в том, что пока ты будешь делать дабл-дисторжен, ты можешь просто умереть. Здоровья мало. Да. Это всегда опасность. Там один крит от Люцина, в принципе, тебя может... А учитывая то, что он с пистолетикой будет, и там Ешка дабл-автоатака, Джаснуб, нет, что догонит. Ну, Джаснубу ман мало остается здесь. Я не знаю, эти драки, они просто вообще... Непонятно ничего, что в них происходит, и ты никогда не знаешь, кто выйдет из них победителем, потому что... Но это уже вторая драка, которую дифференшалы выигрывают, и счет становится сейчас 11-13, и сейчас все меньше и меньше. Причем, если Na'Vi вдруг проиграют эту игру, то это вообще нетипичное будет для них поражение. Они обычно проигрывают игры за первые 15 минут. Здесь они игру ведут. Если дифференшалы это выиграют, то, мне кажется, это просто М5 Reborn, потому что отстаешь, не отстаешь, что-то неважно, потому что за счет драк ты можешь выиграть игру. Ну, и я боюсь то, что в дальнейшем придется всем командам уже... серьезно подходить к дифференшалам и действительно готовиться к их матчам. Потому что, понятное дело, что они не угроза в плане турнирной сетки, но они угроза вашим поинтам, а поинтам нужны, чтобы выйти в плей-офф для всех сейчас, кроме Нашар. Начинают бароны делать сейчас дифференшалы, при этом Na'Vi находится неподалеку, здесь нас точно будет... Ну, а явно дифференшалы заканчивать этого барона не будут, играют по звенью, очень много урона, просил Трандл, умер Трандл, играют дальше, ультует на себя флеш, он сейчас прямо умрет от Саулиуса, при этом Дейруин в центре драки, сейчас Скаш может за Станин и может тоже умереть, Лозанни сильно просел его, добивает Дейруин, Саулиус прыгает по Люцену, Люцен при этом продолжает жить, у него все еще есть флеш, Дейруин сейчас может на самом деле убить всех теоретически, сколько урона по Саулиусу зашло, по Крабу Дейруин продолжает стрелять, если Джаснуб здесь и Панишер, Дейруин гонится дальше, у Саулиуса почти откатился контроль, Скаш сильно просел, минус Скаш, при этом Дейруин тоже очень, очень сильно просел и умер, идут дальше ДФ и остается Саулиус, может ли убить двоих? нет, убивает только одного. Размен 4 в 4, я просто не понимаю, что происходит в этих драках. Саулиус гонится дальше, Фиора выживет. Саулиус уже никак не догонит Джасноба, и Джасноб единственный выживший. Оскара, правда, за это он не получит. Просто мне кажется, ты знаешь, если честно, я чувствую, что я не справляюсь с этими драками, и мне кажется, что даже Эминем Стивен и Кандалаки на двоих бы с этими тимфайтами не справились. В них столько всего происходит! В них действительно очень много действий различных, при этом порой происходит какой-то сущий ад. Команды уже, ну, нетипично, когда разбегаются, вроде драка прошла, все, размен там 2 в 2, вдруг кто-то возвращается, и обязательно будет новое столкновение. Но здесь Дейруэн, конечно, не смог выжить. Но Алистар, он не прощает. Он не зафлэшил, на самом деле, он не зафлэшил комбу Алистара. Если бы он ее зафлэшил, он бы забейтил Нави на себя, как он сделал это пару минут назад. И тогда был бы шанс. Очень флэшу нужно Жоне, потому что сейчас зачастую дефам не хватает того урона, который Александра надает весь прокаст, дает ульт, дает еще один прокаст, становится в Жоне, и вот этого прокаста после Жоне его не хватает все время дефам, чтобы выиграть драку. С одной стороны уже и Джаснуб набирает обороты, у него уже есть два предмета, у Дейруэна тоже все очень хорошо, но с другой стороны 260 миньонов на ЛБ 7-0-5 счет. И Рободон, еще и Розящий Жезл. Да, скоро появится посох пустоты еще. Он не за горами, но при этом, конечно, Саулиус пока играет супер чисто, супер правильно. Не рискует тогда, когда не стоит. Да ладно, все тут рискуют. По сравнению с другими, может быть, это не значит, что он не рисковал, просто значит, что ему повезло. Телепорт идет от Жаснуба. Тем временем умирает Лиссандра, Лебланка забирает этот килл, играют по Т2 на Ави, забирают его. Ну, это проблема дифференшала в том, что вроде все окей, ты ждешь, надеешься, молишься, но потом они находят способ. Не выдерживают нервишки. 15-18 счет. Все еще сейчас пойдут байтить на барону уже на Ави. Ну, это бессмысленно против Лиссандра с телепортом. Это не та ситуация, в которой ты 5х4... Ну, если они это сделают за 15 секунд, у них Калиста, то есть Элистар, который может защитить, есть Саулюс. Ну, здесь есть чем задизенгейджить, и у Люцина все еще есть флэш, и здесь, мне кажется, суря подставляются так ДФ, но при этом драка идет, Дейруин пытается как-то закайтить Телепланку, Фиора уже умерла, ну и дифференшала в этом файте шансов, конечно, никаких нет. Минус еще и Гемп, и еще и попадает Лазанья дальше, полетел за Панишером, идет дальше Винсент Вега, Винсент очень много урона в драках наносит, Панишер пытался уйти с помощью Рибелла, и это его не спасет, Дейруин просто ухлот. Ну и вновь сейчас Нави пойдут делать этого барона, но на этот раз остановить их сможет только флэш и Дейруин. Мне кажется, здесь было, оп, Дейруин пытается задуэлить Саулюс. Пытался задуэлить Саулюс. Да, но Лебланка это слишком много. 10-0-6 у Саулюс в этой игре, конечно, феноменальным просто выступает. Знаешь, есть какая-то картинка, но я же, и тут, знаешь, Малмортиус, ну он же собран, Лебланка, но есть же Малмортиус. Минус барон, и все внезапно становится очень плохо для дифференшалов. Не критично, но плохо. Цепочка вот этих событий, которая развернулась после смерти флэша, сейчас сильно... Я бы даже сказал, цепочка Саулюс, потому что он играет на Лебланке. Ну да, тоже верно. Первоначально флэш подставился, его поймали. Кстати, поймал именно Саулюс, за счет чего, конечно, дифференшалы уже были без своего мидлейнера. Без Лиссандры очень сложно здесь сражаться, потому что она вносит именно тот хаос в драки, когда тебе надо выбирать другое позиционирование. Потому что шестислотовый Алистар просто... Все, что хочет, собирает. Ох! Не получите. Просто перестань, пожалуйста, хватит. Саулюсу нужно срочно полотенце, потому что он вспотел в этой игре. Он, наверное, отыгрывается за свою игру на физе тогда? Да, да. Прошлую недельную. Прочитал в группе Na'Vi пару комментариев. На литовском, что позорит в честь нации. Гемб очень хорошо защищает от комбы. Гемб, кстати, неплохую игру проводит. С кэш сейчас в позиции. Но глубже не пойдет. Тем временем звенья пропушивает топ. Защитить вышку точно не удастся. Ну и запирается сейчас дифференшалы на своем хайграунде. Ух ты, Гемб блокирует очень много всего, но он при этом почти умирает. Вот за один дэш вперед от Дейруина его саппорту приходится тратить 70% хп. И вопрос, стоило ли оно того. Звенья здесь пытается навязать дуэль против Джаснуба. Джаснубу, возможно, скоро придется ультовать. И у нас драка с другой стороны может развернуться. Тем временем Фьора продолжает свою дуэль против Трандла. Опять у нас куча экшена, но Звенья убивает Джаснуба. Ну и это конец, может быть. Это может быть конец. Лазаня прыгает вперед. При этом очень сильно просел Дейруин и умер, но и разменялся на Лазанью. Покон попал по колисте, но это все, что по колисте попадет в этой драке, потому что Na'Vi сильно ее выигрывает. Выигрывает только флеш, и на это уходит в другую сторону вообще. И Na'Vi прямо сейчас выиграют очередной свой матч против дефов. Он был не так прост, как можно было ожидать. Он был очень непрост, здесь было на грани. И при этом Na'Vi не так плохо играли, и этот дифференшил действительно очень сильно поднимает свою форму. Ну и здесь вот это вот последний момент. Джаснуб не имел права сражаться против Трандла, потому что в такой ситуации, если твой топпер умирает, даже это все, это легко очень закончить игру. Либо же снести две стороны сразу, да. Поэтому Джаснуб здесь слишком много каких-то соло-решений принял. Ну, конечно, это не является причиной поражения дифференшил. Вот именно момент, когда они отдали барона, это был ключевым. Да, ну что ж, друзья, у нас пока фавориты сегодняшних игр свои матчи выигрывают, аутсайдеры их проигрывают, но у нас впереди команды, которые так до сих пор и не определились. Аутсайдеры, они или лидеры. Кроме Empire, все остальные команды у нас четко в серединке. И Vega, и Voivictis, и Джас. Сразу после перерыва будем досматривать сегодняшний игровой день, никуда не уходите. Субтитры сделал DimaTorzok